Я занимался видеомонтажом, и в какой-то момент времени, там буквально недели-две, я занимался озвучкой персонажей в мультсериале. Ну, не профессионально, конечно, любительское, просто на свой сайт. Вот последний вариант. Слушай, монтаж для скуфов, блядь, и для, как бы, хиканов. Я тебе серьёзно говорю, торгуй лицом. Торгуй лицом, торгуй голосом. Это твой капитал. Вот у людей есть разного рода социальный капитал, есть материальный капитал. У тебя могут быть богатые родители, допустим, да? У тебя могут быть социальный капитал, то есть ты просто пиздоболок такой. Ты умеешь находить контакты, крутиться, вертеться и так далее. Мотивация. Твой капитал – это внешность, блядь, и голос. Блядь, делай ставку просто на то, что сыграет. Какие тут могут быть варианты ещё? Какой монтаж? Ты с ума сошёл, блядь? Что самое странное, у меня, в принципе, есть достаточно обширный социальный капитал, потому что я в какой-то момент своей жизнью увлекался психологией, и могу людей подбить на какие-либо действия, либо просто нагло их так запутать, что они не смогут потом понять, что я им набрал. Ну, всё правильно, потому что у тебя привлекательная внешность, а она вызывает дополнительное доверие. Это абсолютно нормально, всё хорошо. Ну, то есть, у тебя есть как бы ставки на спорт, 1xbet. Немножко рекламы. Вот вот чисто баннер, 1xbet. Да, 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 чисто баннер, как у Мэдисона, блядь, такой ненавязчивый в углу, ебашен. Ну, просто странно, что ты делаешь в чат-рулетке. У тебя какая мотивация в чат-рулетке? Да, я просто разговариваю с людьми. Так как я достаточно веду домашний образ жизни, я привык общаться с людьми вот такими способами. Да, блядь, домашний образ жизни. Ну, не тебе, блядь, довести домашний образ жизни. Серьёзно? Не, ну, наверное, как раз-таки из-за домашнего образа жизни я достаточно хорошо сохранялся, потому что на улице достаточно много пагубных факторов, которые могут изменить внешность. Блядь. Драк и прочее. Подправляешь нос, делаешь себе пиздатый лук, какие-нибудь шмотки, блядь. Я не знаю, что сейчас в моде, поэтому я не буду говорить. Я бумер, блядь. Мне покер. И ебашишь тиктоки, пока их не запретили, блядь. Понимаешь? То есть твоя тема, это просто двигать, шевелить губами, блядь, своим как бы голосом, блядь, озвучивая какую-нибудь левую хуйню и двигаясь в такт какой-то хуйне популярной. Тикток, это просто твоя ниша. Я не знаю, что ты, блядь, какая чё-то рулетка за, блядь, выключай, нахуй, гаси, это говно. Блядь, для из пятых, нахуй, ёпта, несчастных людей, блядь, которые не знают, блядь, у них мыслей не хватает для того, чем занять себя этим вечером, ёпта. Ну, я бы сказал, что мои компетенции, наверное, по большей части, это какие-то медиаресурсы по типу Ютуба, Отвечка, ну, и Тиктока, да. У тебя, блядь, всё просто впереди. Охуенный потенциал, я уже обзавидовался, я заебался тебя хвалить, повторяюсь ещё раз, блядь. Единственное, что меня смущает, конечно, Ижевск. Мне правильно показывают Ижевск? Я приблизительно сориентирую, где это, блядь, вообще. Про Ижевск я знаю, что... Давай так, я попытаюсь скопать все свои знания про Ижевск. Кроме того, что это что-то вроде Тулы, то есть город-оружейник, я больше ни хера не знаю про Ижевск. Ну, да, это город-оружейник, получается, здесь у нас стоит основной завод, производящий оружие концерна Калашникова, то есть отсюда все калаши выходят. Поэтому у нас такой достаточно город своеобразный, очень много заводских территорий, которые этим занимаются регионально. Мы, наверное, находимся ближе всего к Казани. Я очень плох в географии, поэтому мне каждый раз, я с таким, блядь, удивлением слушаю, кто к чему относится, Казань. Ну, Казань-то вроде Татарстан. Да. Ижевск рядом с Казанью. Хера его знает. Для меня это просто удивительно. Мы стоим, получается, между Казани и Перми. Профессию какую-то... Ты сейчас какую-то профессию получаешь? Или еще рано профессию? Да, я свою профессию получаю с программистом в сфере разработки игр. Блядь! Наверное, одна из самых неподходящих профессий, если так рассматривать. Да. Ну, то есть, ты же понимаешь, да, что программист, тем более современный программист, это стопроцентный, блядь, хикан, нахуй, который просто вот зарос, блядь, который как убермаргинал, блядь, мусор хранит в морозилке, блядь, то есть, чтобы не выходить из дома, даже чтобы мусор выбрасывать. То есть, это просто человек, который зарос по уши грязью, блядь, опустился внешне, блядь, и потерял полностью всю социализацию. Это вот, ну, такой современный образ программиста, по крайней мере, такой стереотипный. Конечно, они разные бывают, но разные пороги вхождения. Я буквально пару недель назад общался, допустим, с Проггером, ну, он айтишник там в целом ушел, чуть-чуть немножко вырос. Понятно, что он релоцировался на Кипр. Киприот он теперь. Ну, он русскоязычный и так далее. Он еще с 90-х годов начал всей этой кухней заниматься. Да, все по кайфу. Понятно, что человеку жизнь удалась. Он состоялся. И он не хикан вообще. Ну, блядь, он начинал в 90-х, когда Проггерство было совершенно другой профессии. Проггерство тогда предусматривало высокий уровень социализации. А сейчас, блядь, Проггер это вот просто, блядь, надомник такой, блядь, какой-то гном Добби, нахуй. Который там где-то, блядь, ты ему кусок задачи скидываешь, он там код компилит, нахуй. И тебя возвращает, хуй знает откуда. Телепортом, блядь, заливает там на гитхаб куда-нибудь, блядь, и проджект, и все. Поэтому, ну, хер знает. Ты вот, правда, готов как бы свой социальный капитал разменять, блядь, на сиденье на ху в четырех стенах? По большому счету, я пока что еще не утвердил свои планы на жизнь, но просто этим я уже занимаюсь достаточно давно. Получается, я этим занимаюсь 14 лет. Отбивается? То есть, ну, выхлоп какой-то есть с этого материала. Материальный? Да, более-менее есть. Ну, просто, почему именно программирование? Программирование, эта сфера крайне обширная и практически необъятная. Мой мозг устроен так, что я достаточно любопытный по своей природе человек, и в одно время я интересовался как ядерной физикой, так и биологией. Блядь, с таким голосом я бы исключительно, блядь, рассказывал, курсы пикапа преподавал. Я бы больше ничего не делал. Я рассказывал бы оленям, как вернуть бывшую. На ютубе, блядь, и в тиктоке. Паралельно выдавая баннеры казиков и 1xb. Конечно, конечно, конечно. Ты себя говорил, ребята, блядь, я знаю точно 5 способов вернуть бывшую, блядь. Сейчас я вам расскажу, блядь. Ну, для этого нужно иметь твой голос и твою внешность, блядь. В моём случае это не прокатит, нахуй, какая у меня может быть бывшая. Поэтому, ну пиздец, какой программизм, с ума сошёл что-то, блядь. Ну, не знаю просто, не знаю. Попробуй всё-таки себя как-то увлечь ещё чем-то, какой-то деятельностью. Честное слово. Ну, наверное, что достаточно странно и смешно. У меня за всю жизнь девушки не было. Это, блядь. Я не знаю почему. Ну, просто, ну не было. Так, секундочку. Давай сначала уточним твою ориентацию. Я не здесь, я натурал. Потому что, блядь, твое утверждение у меня девушки не было. В нашем современном мире, как ты понимаешь, ничего не значит, блядь. Может, тебе трапы нравятся, блядь. У тебя вкусы могут быть специфичные, блядь. Поэтому, как бы, это ещё, собственно, не проблема. Вот. А то это просто, ну, максимально. У меня сейчас просто рушится, блядь, мироздание, картина. Как? Как ты умудрился? Я не знаю. Как у тебя это получилось? Ну, то есть, ты с тобой не знакомились, ты не подкатывал, ты игнорировал, блядь. Ты пытался, и какой-то был травматичный опыт. Ну, то есть, что-то должно было случиться. Ты там, может, пиздестрадалец, блядь, какой-то. У тебя есть там любовь с 12 лет, блядь, которая тебе не даёт, и ты, блядь, цветы носишь каждую ночь, блядь, под окна. Хуй знает. Ну, должна быть какая-то предыстория в этой хуйне. Потому что в моём представлении, человек с твоей внешностью, блядь, ты не смотрел, наверное, семейку Адамс, да? Ты, наверное, слишком молод для того, чтобы смотреть семейку Адамс. Нет. Да, там, ну, когда-нибудь посмотришь, и там был такой Адамс, который брат лысый такой, страшный, чертилый, блядь, да? И он говорил фразу о том, что, блядь, вот вы не представляете, какого быть человеком с моей внешностью, и смотреть, блядь, на человека с вашей внешностью, блядь? То есть, как? Как ты этого добился? Расскажи. Как тебе это удалось? Как можно всё настолько проебать? Да, 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 да. Ну, не знаю. Наверное, ну, получается, я достаточно неактивный в этом плане человек. Девушки ко мне, в принципе, тоже не подходят знакомиться, поэтому, ну, не знаю. Ну, хорошо, вот тебе 18 лет. Я думаю, что ты относительно недавно ещё был в каких-то социальных группах, типа, там, лицей, школа, что-нибудь такое. У вас же там был разный состав, то есть, ты не в мужской школе учился, не, блядь, не в самурайской бусидо, блядь, обучался. Ну, преимущественно у нас класс состоял из мужчин. А, большей частью, да? Да, из девушек у нас, наверное, было человек 4-5. То есть, на них была и так высокая конкуренция, и, в общем, они не запаривались, да, как бы рассматривали. Понятно, блядь, не знали своего счастья, ёб твою мать. Так, и ты вместо того, чтобы, опять же, торговать своей внешностью, то есть, выставлять её на какой-то конкурентный рынок, блядь, ушёл в программисты. То есть, блядь, в нору, нахуй. Забился, блядь. Ебануться просто. Ну, ты же сидишь в чат-рулетке. Ты прекрасно видишь средний фенотип. Есть такое слово, фенотип, да? Который, совокупность внешних черт каких-то там, допустим, угорофинской или славянской внешности. Ну, ты же должен, блядь, осознавать. Ты же смотришь на себя в зеркало. Ты видишь других людей. Ты соотносишь одно с другим. Ты же понимаешь, что ты, ну, конвенционально привлекательнее большинства людей. Ну, как можно этим не торговать, блядь? Я просто не понимаю. В наш век капитализма, блядь, наживы, нахуй, маркетинга. Как можно, блядь, свой природный капитал просто, блядь, просиживать, нахуй, в четырёх стенах, если тебе досталось. То есть, как будто бы тебе достался мешок денег по наследству, а ты их, нахуй, закопал в землю, блядь. И ждёшь, когда они сгниют, блядь. Потому что, ну, понятно, что все мы не молодеем, то есть, да, возраст будет брать своё. Чтобы солидно, красиво состариться, тоже нужно приложить усилия. Далеко не все люди красиво состариваются. Нужен уход за собой там и так далее. Блядь, ну, то есть, ты как бы на пике формы. Какого хуя ты, блядь, сидишь, нахуй, в микрофон пердишь? Ну, вот не знаю, что-то не складывается. Тем более ты говоришь, что увлекался психологией. Что тебе как бы мешает оттачивать именно это направление, допустим? Слушай, ну, я перебью, можешь не отвечать на эту хуйню, это всё бред собачий. Хорошо, как тебе вот в чат-рулетки тёлки относятся? Ты же явно часто встречаешься с девушками. Как они? Ну, большинство, наверное, как-то офигевают с моего голоса. Мы с ними разговариваем, потом они просто скипают. Офигевают в хорошем смысле? Да, типа, вау, что за тембр? Ага, а скипают почему? Вообще без понятия. То есть, мы с ними разговариваем, и в какой-то момент просто происходит скип. Нет. Ты должен был как-то собрать какую-то мысль на статистику и вывести какую-то причину. Ну, из статистики, наверное, то, что большинство просто не устраивает общение со мной. То есть, мы не можем найти общих интересов, потому что я человек достаточно таких направлений, которые не очень общедоступны. Значит, если ты планируешь в чат-рулетке оставаться, только в этом случае, ты планируешь чат-рулетке ещё повисеть в целом, в будущем? Ну, может быть, да, ещё. Может быть, да, ещё. Во-первых, нахуй выкини свою футболку, блядь, этого говняного цвета с провисшим воротом. Это кусок говна, блядь. Нет, это не спасёт, блядь. Я понимаю, но она просто типа... Это домашняя футболка. Я тоже... Нахуй её, блядь. Это домашняя футболка должна пол вытирать. Это во-первых, блядь. Ну, ты должен понимать, что тёлки, блядь, то есть, люди вообще в целом судят по внешнему виду. Это, во-первых, говняный цвет, во-вторых, отвисший ворот. Ты просто неопрятен в этой футболке. Это, во-вторых. Во-вторых, подумай над тем, как микрофон вывести из зоны, блядь, из визуальной. По большому счёту это, наверное. Потому что люди палятся, блядь, палятся... То есть, люди стремаются, думают, что ты стример, допустим. Потому что меня очень часто скипают, говорят, что я стример, хотя я нихуя не стримлю. Я просто на ОБС-ку накинул фильтр, блядь, для красоты, там, и туда-сюда. Но люди пугаются таких вещей. Это, во-вторых. Ну, в первую очередь, это футболка, конечно. Ну да, футболки. Это пиздец. Она большая. Да, таких каких-то вещей не надо. Девушек просто пугаешь, на самом деле, этой футболкой. Ну и в третьих нос, на самом деле. Больше ничего не надо. То есть, всё у тебя остальное, всё у тебя хорошо. Единственное, мне, конечно, не очень понятно, почему у тебя скипают. Скипают так внезапно. Какие? Что, точнее, у него нет общих интересов. Что это может означать? В какую сторону у тебя заходит разговор, беседа, что они внезапно скипают? То есть, в какой-то рандомный момент? Ну, получается, процентов где-то 40 внезапный скип, и остальные просто начинается тупик по диалогу, потому что, как правило, они просто не могут поддержать диалог, наверное, в меру своих интеллектуальных каких-то способностей. А ты не пробовал закидывать комплиментами людей, как я это сделал с тобой? Не, вообще, я, конечно, могу, у меня здесь рубашка валяется. Гораздо лучше, однозначно. У тебя нейтральный фон, у тебя, ну, по крайней мере, на вебке это выглядит, как такие зелёные, да, зелёного оттенка стены. И гардины зелёные. И ты сидишь тоже в зелёной футболке, и ты сливаешься. И всё это смягивается, да. А ты должен контрастировать, понимаешь? То есть, ты должен привлекать к себе внимание, каким-то быть ярким пятном на фоне нейтрального фона, блядь, извините за тавтологию. Да, любая хуйня будет лучше, хоть клетчатая, хотя клетчатая, конечно, блядь, лесорубов отменили ещё 10 лет назад. Метросексуалы, все эти нахуй уже пошли давно. Но это в любом случае лучше, я тебе клянусь, это лучше, блядь. Это тема для какой-то разговора, ты можешь эту тему развивать. У тебя уже в любом случае спросят, что это за клетки. Ты скажешь, это, блядь, начинающаяся шизофрения, блядь. Всё, что угодно лучше, чем та хуйня, которая была на тебе до сих пор. Я тебе клянусь, блядь. Вот, то есть, я уже понял, что, допустим, вот, сейчас тебе покажу. Я специально где-то, блядь, на улице даже подобрал эту хуйню, я планирую где-то поставить. Потому что людям нужно за что-то зацепиться, понимаешь, за какую-то вот беседу. То есть, вот, что это за хуйня? У них уже будет повод спросить. Ты не знаешь. Я сам не знаю, что это за хуйня. Это не важно. Важно то, что ты таким образом организуешь коммуникацию. Вот. У тебя нейтральный фон в целом. То есть, у них там картин каких-то, да, на стене ещё не висит. Глазу не за что зацепиться. Очень нейтральный фон. Я для этого размыл. Обрати внимание, да, то есть, у меня там куча, блядь, предметов стоит. Я их в рот ебал. Мне не нравится, как бы, фон. Поэтому он заблюрен. Потому что, ну, мы с тобой общаемся. Ты не общаешься с моей сковородой или мультиваркой. Ты общаешься со мной. Поэтому фокус на мне. Соответственно, ты тоже фокусируешь на себе. Внимание. У тебя на заднике ничего нет такого, что можно было бы прокомментировать. Соответственно, будут внимание обращать на тебя, на твою внешность, на твой голос. Но пока ты не заговорил, только внешность остаётся. И нельзя её всерать, блядь, твоей майкой, эту внешность. Потому что, ну, блядь, а что тут комментировать? Да всё, что угодно. Лучше ты голым бы сидел, блядь. С голым торсом, блядь. Нарисовал бы себе там татуировку, блядь. Звезду бы, нахуй. Сталина бы нахуярил на левом соске, понимаешь? Уже повод, блядь, пробудить интерес. А дальше ты уже привлекаешь чуть-чуть штробаса, хороший. То есть, чуть-чуть тебе отстроить голос. Буквально чуть-чуть. Пиздец. Я вообще, как нахуй? То есть, у меня просто сейчас, блядь, ломается мозг последние 20 минут. Вообще от того, что ты сказал. То есть, у тебя не было там общения с девушками и так далее. При всех твоих, как бы, данных... Как нахуй? Ну, то есть... Ну, вот, блядь, в моём представлении это звучит как... Ну, вот у меня есть лопата, нахуй. Как бы, у меня есть снег, но я его не убираю, блядь. Ну, хуй знает. У меня есть тарелка грязная, у меня есть вода, блядь, в раковине, но я её не мою. То есть, вроде бы все составляющие на месте, но не происходит ожидаемого действия. С чем оно связано? Ты вроде не ебанутый. Ты вроде не поехавший, блядь. То есть, как бы, общаешься адекватно. Что ты такого можешь сказать, блядь, человеку, чтобы он тебя там до 8 скипнул? Ну, там, может, ты им говоришь, блядь, покажи сиськи, блядь. Или начинаешь одеяло, блядь, доставать, как большинство, да, в чатрулетке, блядь, наяривать. Я хуй знает. Ну, что нужно сделать для того, чтобы вот у человека возникло желание скипнуть? То есть, как бы, типа, ты скучный, блядь. Ну, так ты же говоришь, что психология. Ты же знаешь прекрасно, что комплименты рулят, нахуй. Ну, говори комплименты. У тебя для этого есть голос. Ты можешь вообще не слушать, что тебе тёлка говорит. Блядь, просто нахуй не слушай её. Отработай хотя бы эту... Да, ты просто говоришь, что ты такая, блядь. У тебя такие глаза, и так далее. Штрабас, посмотри Штрабас, у тебя есть для этого голос. Я смотрел чувака, знаешь, который как бы отработал охуенный голос. Я, к сожалению, не помню, кого зовут. У него свой канал, он достаточно популярен. Вот он рассказывал, как он обучался. Он просто переозвучивал трейлеры, блядь. В том числе анимешные или игрушек каких-то. То есть, он слушал, как говорят актёры о звучании, типа Кузнецова, да? Ну, который ведьмак, ты понимаешь. Ты должен понимать, о чём он говорит. И просто повторял за ними. То есть, он переозвучивал уже озвученные ролики, подражая и копируя. И потихонечку он надрочился вот так вот копировать. И после этого он начал сам озвучивать. Ебануться, сколько у него подписоты. Я тебе серьёзно говорю. То есть, как бы... И всё. Вот чисто на Штрабасе он выехал. Ты... Блядь, какая разница, чего тебе говорят, если у тебя есть такой голос. То есть, он тебе говорит, ты петух. А у тебя такие красивые глаза. Я в них погружаюсь и у них тону. Я тебя уверяю, блядь. Блядь, нам тогда уже и девушка потонет, а не то, что я тону чьих-то глазах. Неважно. Важно, то есть, как бы ты должен просто быть пиздец самоуверенным, блядь. Я последние полчаса тебя убеждаю в том, что, блядь, не занижай собственную самооценку. Блядь, как бы используй то, что у тебя есть на полную катушку. Потому что, блядь, у тебя этого не будет в какой-то момент. В какой-то момент это уйдёт, нахуй. Понимаешь? Это не то, что... Это как, блядь, тачка, нахуй. Ты её купил, она новая, она пиздато. И через 10 лет она будет куском ржавого говна. Всё. То есть, это пройдёт. У тёлки это чувствуют пиздец, как, кстати говоря. Ты должен об этом знать, нахуй. То есть, 17-летняя тёлка, это совсем не то же самое, что 25-ти или 30-летняя, блядь. Они это знают, нахуй. Не надо, блядь. То есть, да, конечно, 18-летние пацаны очень низко котируются на рынке, блядь. Как бы самцов. Да? Потому что есть более богатые, там, и прочее, и прочее. Там разные вещи. Но у тебя, блядь, есть ебейшее преимущество. То есть, на этом же рынке. Ты не забывай, что есть, блядь, тёлки, которым там, грубо говоря, под 30. Милфы, как мы их называем. И вот как раз Милфы – это твоя ниша, блядь. Целевая аудитория. Подумай именно с точки зрения психолога о том, кто твоя целевая аудитория. Ну, да, наверное, в какой-то степени это Милфы. Я, получается, играл в одну достаточно социально ориентированную игру, где очень многое строится на общении. И, получается, в основном ко мне как-то со мной пытались построить связь с девушкой 28 лет. Да. То есть, если ты вот сейчас сложишь буквально вот три ингредиента, то есть чуть-чуть подправить нос, чуть-чуть, блядь, добавить анимешности, буквально капельку, блядь, корейщины, кей-попа ебаного. Вот. И понять свою целевую аудиторию, что это Милфы, угорающие по аниме. Они уже выросли на аниме. Это не те, блядь, там, какие-то ауф нахуй ебанатки, да? А именно тёлки, которые вырастали последовательно на какой-то кей-поп, на анимешной культуре. Просто они уже выросли, ну, блядь. Это время, оно идёт, ничего с этим не поделаешь. Это твоя целевая аудитория, блядь. Нахуй чат-рулетку, блядь, включай. Писту, блядь. Просто, блядь. Открывай YouTube, смотри упражнения по штробасу, блядь. Понимай, как работают голосовые связки, блядь. Как этот в себе штробас развить? Потому что твой обычный язык, обыденный, и штробас, который ты используешь, это разные вещи. То есть, актёры озвучания в жизни говорят по-другому. Они на роликах говорят специальным образом, понижая, делая хрипы в конце фразы. И каждый. Там первый приём, которому нужно тренировать, это нужно тренировать. У нас фраза звучит как... Смотри. Фраза звучит как... Волна! Волна! Повышаешься к концу. То есть, нужно научиться понижать. Отслов... Как гоблин, блядь. Вот. Гоблина смотрел хоть один... Да-да-да. Вот. То есть, тупое говно тупого говна. В чём прикол здесь? Не в самих словах, а в том, что ты понижаешь каждому слову. Понимаешь? Понимаешь? То, что начало более низкое, а потом... Наоборот, от высокого к низкому к каждому слову. Не во фразе. В русском языке такая лингвистическая особенность, что мы говорим, когда мы формулируем фразу. Когда мы формулируем фразу? Когда мы формулируем фразу? Повышение интонации, понижение интонации. Повышение интонации, понижение интонации. Очевидно. А особенность, в том числе и штрабаса, помимо того, что там должна быть хрипотца, это именно понижение интонации, повышение интонации. Чувствуешь, да? То есть, как бы каждое слово становится весомым, отдельным, и ты работаешь с голосом таким образом. То есть, с моим тембром это не работает, с твоим тембром это будет работать. Ну, наверное, штрабас как раз-таки работает по тому, что идёт на контрасте. Начало слова идёт достаточно высоким голосом, а потом уже под конец начинается более низкий. Каждая. Ты должен не фразу целиком интонировать. Да, каждое слово. А каждое слово, каждое слово интонировать. И оно играет совершенно по-другому. Плюс штрабас – это именно хрипение на конце букв. Ну, погуглишь потом, что такое штрабас, там есть отдельная история про эту тему. Там нужны упражнения, потому что он довольно опасный. Ты можешь сорвать голосовые связки, если будешь упражняться сильно. Но в целом, бля, это вот просто, я серьёзно говорю, у тебя слишком хорошие данные для того, чтобы их проёбывать. В программистме, блядь, всрадно. Программистов и так дохуя, блядь, вас ГПТ-чат заменят нахуй скоро, блядь. Вот. А пиздатый голос, который может интонировать что-то, блядь, я думаю, что ещё долго нейросеть будет проёбываться по интонированию, по верному интонированию. Да, уже сейчас нейросеть, я видел ролики там, да, берут там голос какого-то известного актёра и делают этим голосом какую-то песню. То есть берут, грубо говоря, уже готовую, да, исполнителя песню и синтезируют её с голосом. То есть два живых человека, которых миксанули. нейросеть сама по себе не способна интонировать. То есть вообще вот в моём представлении ближайшие пять лет это то, что не проебёт человек в конкуренции с нейросетью. Нейросеть может выебнуть очень многих в ближайшие годы, очень многих из цифровой сферы. Но передача эмоций голосом, то есть озвучивать, да, пожалуйста, ты можешь хоть сейчас ролик там озвученный нейросеткой послушать, но он безжизненный нахуй. Ты нато слышал, блядь, на стримах, это пиздец. И это сейчас предел. Соответственно, в моём представлении, допустим, если человек обладает каким-то богатым тембром, хорошим голосом, который он может развить, блядь, ну, минимум ближайшие пять лет у него всё будет заебись, на самом деле. То есть там хоть что озвучивай, блядь, всё будет очень хорошо. Ну, помимо того, что тебе просто это в реальной жизни, блядь, то есть в любом случае, похуй на этот интернет. Ты вышел на улицу, заговорил с человеком таким голосом, блядь, и он твой нахуй. В любом случае, блядь, как бы то ни было, потому что очень мало людей владеют своим голосом. Даже не столько внешностью. То есть в ней, блядь, всё равно да биржурак. Потом тоже загугли. Есть классическая история про, которую, да, Депардье. Ну, тебе Депардье тоже ни о чём не говорит, наверное. Даже у нас Депардье хуй знает кто такой. Ну, я слышал о таких, да. Да, была классическая история о том, что там чувак с уёбищной внешностью, но с ухуенным голосом своему корешу, красавчику из кустов, блядь, пиздел. То есть он там тёлку уламывал, разводил, вот. Но за него пиздел чувак с красивым голосом, как бы, ну, с богатым вокабуляром, но сам уебанской внешности. То есть там прям целые, блядь, поэмы на этом построены. Есть куча экранизации этой темы и так далее. То есть я к тому, что голос решает. Очень часто голос решает. Блядь, ты ещё не забываешь, что в темноте вообще голос решает, да. И там тоже есть об этом, что ночью, как бы, приходил, типа, красавчик, на самом деле приходил этот, блядь, там, уёбищный выглящий. То есть твоя задача буквально, да, когда ты владеешь голосом, буквально тёлку, блядь, до кино довести, нахуй, до сеанса в темноте, блядь. Дальше ты просто можешь шептать на ухо, нахуй. Всё. Там уже внешность, как бы, выключается. Женщина любит ушами это, блядь. Классика жанра. Такой трюизм, что пиздец просто. Я заебался тебе комплименты. Если честно. Ну, блин, в общем, подумай, подумай хорошо. Как бы, я, конечно, блядь, рандомный челик из чат-рулетки, блядь, чтобы там давать совет или к ним прислушиваться, но у тебя есть пиздаты по... Если бы я был к нему-нибудь ебаным айзеншпицем, да, был такой известный продюсер, который раскручивал группы, нахуй, всякие, типа, на-на, вот всё это вот такое. Вот, то есть, если бы я был продюсером, блядь, ну, как бы, я бы сказал, что я вижу в тебе потенциал. И странно было бы его не использовать, вот и всё. Ну, мне, наверное, с внешностью, в принципе, очень во многом повезло, потому что, несмотря на мой возраст, у меня и гормональные сбои очень редкие, то есть, прыщей у меня нету, зубы у меня достаточно ровные от рождения. То есть, мне очень во многом повезло то, что у меня нету каких-то дефектов, которые чаще всего случаются. Ну, ну, то есть, ты выиграл, блядь, в биологическую рулетку, блядь, и по-прежнему я настаиваю на том, что ты этим не пользуешься. То есть, ты это не оцениваешь как преимущество, для тебя это просто данность. Типа, ну, как бы оно у меня есть, заебись. И ты этим не пользуешься, охуенно просто. Ну, понимаешь, ну, то есть, в моем представлении, это как, блядь, ну, я даже не знаю, с чем сравнить, вот просто. То есть, это как будто, блядь, ты выходишь, какая-нибудь аналогия, да, ебанутая должна быть. Ты выходишь, допустим, драться, блядь, приходишь на драку, блядь, а у тебя пистолет, нахуй, а все с ножами. Охуенно. Ну, как бы, ребят, добро пожаловать, блядь. То есть, ты такой, нет, пистолет, блядь, я использую. Не буду, блядь, не надо, я вот так вот, блядь, ручками помашу. Ну, хуйня какая-то, ну, господи, это, то есть, попробуй, блядь, у тебя, как бы, возраст позволяет еще, то есть, ты еще ничего не проебал. Ты на самом старте. Подумай. Как бы, блядь, да, я понимаю, что на Твиче ты, блядь, там, телок с сиськами не обойдешь. Ну, да. Телки, как бы, в любом случае, ну, ты вполне можешь там занять, какой-то попытаться ворваться в какую-то нишу именно в ТикТоке, пока он у нас не запрещен, подчеркиваю, потому что в Штатах уже начали запрещать, а значит, и у нас, блядь, пара лет, пиздец. Не ровен сейчас. Да, то есть, у нас это дело недолгого времени. То есть, поработать над голосом, ворваться в какую-то анимешную, допустим, нишу, переводить какие-нибудь анимешки, вот, попробовать в команду вписаться, или самостоятельно какие-нибудь ролики. Ну, вот я тебе уже сказал, то есть, я тебе обозначил. Берешь просто ролик на Ютубе какой-то там, или, блядь, опенинг сраный, там, еще какое-нибудь говно, и просто слушаешь, как они говорят, и повторяешь за ними. Слушай, и у тебя просто на тренировке набьется эта правильная интонация, вот и все. А потом сам пробуешь озвучивать, там, даже не полнометраж, не полный метр, нахуй он нужен. Чисто какие-то трейлеры. Сейчас этого говна выходит гигантское количество. К нему интерес постоянно подогревается. Анимешников у нас жопой, жуй, блядь. Тем более, что аудитория состаривается, да, новые подрастают, и, соответственно, вот эта вот аудитория увеличивается. Людей, которые угорают по этому сраному аниме, который я в рот ебал, я вообще не понимаю, о чем там речь, блядь. Но я понимаю, насколько огромна аудитория, то есть потребитель этого контента. И при такой огромной аудитории, ну, грех было бы, блядь, с какими-то данными такими объективно подходящими не воспользоваться. Тебе чуть-чуть, может быть... То есть тебе только нужно выбрать, тебе азиатизироваться или вестернизироваться. Вот единственное, что... То есть тебе уходить чисто в арийскую внешность, ну, тогда тебе нужно калаврат на стену ебануть, там, вот это вот хуйня, то есть там родноверство, блядь, захуярить. То есть тоже, ну, ты понял, да, там, 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 и так далее. То есть есть люди, которые угорают по арийской внешности, есть которые, ну, из-за влияния корейщины, да, угорают по кореянству. Но это же можно миксануть. Блядь, у тебя будет своя ниша, понимаешь? То есть, как бы человек с арийской внешностью, который ебашит корейщину, блядь. Этого не было, это уникальный контент, блядь. То есть ты можешь взлететь нахуй на этом. Да, может и не выстрелить. Я тебе ничего не обещаю, ничего не гарантирую. Это так, блядь. То есть, опять же, рандомный челик из чат-рулетки несёт какую-то хуйню. Но надо в этом направлении всё равно думать. Когда у тебя есть какой-то капитал, какой-то есть потенциал, грех его не использовать. Вот и всё. Вот. Мы вокруг одного и того же крутимся. На самом деле всё время. Но я надеюсь, что я тебе всё... По крайней мере, рубашку ты надел, значит, ты прислушиваешься к моим словам. В любом случае. Ну да, я как бы вижу, что есть какие-то ошибки, значит, их можно исправить. Да, и микрофон убрал, и рубашку одел, значит, ты как бы слушаешь, да, то, что тебе говорит какой-то левый хер, и делаешь выводы какие-то определённые. Просто я слышу, что есть в этом логика, и, в принципе, к этому можно прислушаться. Да, да, да. Ну, в общем, тогда ладно, потому что мне уже время пришло сходить в отхожее место, потому что я пиво всё-таки киряю. Спасибо, с тобой было приятно пообщаться. Блядь, с красавчиками всегда приятно общаться. Всё, давай, удачи. Подумай как бы над тем, что я тебе сказал. Не проёбывай свой капитал, потому что, опять же, его не вернуть. Это не та хуйня, которая тебе вот раз и навсегда далась. То есть ты, блядь, ещё 10 лет, а 10 лет пройдут быстро, блядь. Ты не думаешь, что 10 лет это дохуя. Я думал, что я в 25 лет уже сдохну нахуй. Откисну, блядь, где-нибудь под забором. Хуй ты там. Ничего этого не происходит, блядь. Ты просто через 10 лет такой хуяк. Ёб твою мать. А я чё, вот так вот выгляжу? А чё, у меня вот такая жена? А чё, у меня дети вот такие? Да ну нахуй. Чё за хуя происходит? То есть не ведись, блядь. Сначала отработай свой капитал социальный, блядь. Знай себе цену, в первую очередь. Потому что, опять же, с учётом того, что, как говорят на два чах, ты лиственник. Да? Судя по всему. Да, я понял. Да. Вот. Тебя может, блядь, захомутать в какой-то момент рандомно, блядь, любая просто, блядь, чикса, нахуй. Любая, нахуй. Именно потому что у тебя нет иммунитета против чикса, блядь. Вот. Которая специально натренирована, она как торпеда, блядь, сука, идёт, нахуй, к своей цели, кого-то захомутать, блядь. Вот. Есть такие. Особенно с прицепами, блядь. Это ж вообще, это ж просто пиздец. Там, ядерная, термоядерная боеголовка. Она будет, блядь, сосать, как богиня просто. Ты охуеешь просто от первого секса, блядь, с тёлкой, с милфой, с прицепом. Просто охуе... Я тебе гарантирую, блядь. Бабы, как бы, в этом плане... Даже есть стендап, где тёлка говорит, что, как бы, бабы, как в первый раз, то есть, никогда не сосут. Они, как, блядь... Я всех, нахуй, я всех побежу, блядь, которые были до меня, нахуй. Я королева, блядь. Поэтому, как бы, ты охуеешь настолько, что можешь даже, блядь, жениться, нахуй. И это будет, блядь, пиздец, какая ошибка, блядь. А ты очень к этому уязвим, блядь. Тебе к этому нужно выработать иммунитет. Соответственно, тебе нужно перед тем, как, блядь, выбрать себе спутницу жизни, всё-таки поменять их несколько перед этим. Повыбирать, чтобы не проебаться, чтобы было с чем сравнивать. Пока тебе не с чем сравнивать, блядь, это пиздец. То есть тебе покажется, что это самое охуенное, ты её взял, через три года, блядь, ты там одну тёлку встречаешь на работе, ещё где-нибудь такой, блядь, что-то моя не самая охуенная. Что-то какая-то хуйня. Что-то, мне кажется, я проебался. Да, ты проебался, потому что ты, блядь, не выбирал, нихуя дурак, блядь. Ёпта, потому что у тебя шишка, блядь, встала, нахуй, дымилась, блядь. И ты, блядь, кидался на всех подряд, и первое, которое, блядь, тебе ноги раздвинуло, ты, нахуй, ёпта, не женился. Молодец, блядь, отличный план на жизнь, нахуй. То есть включить голову, сравнить себя со всеми остальными, оценить адекватно, блядь, скорость тёлки, так делают, блядь, инстинктивно. Им, нахуй, голову даже включать не надо. Они понимают, что их сигнальный капитал это молодость и привлекательность, фертильность, готовность к деторождению. То есть их, блядь, физиология, это их, блядь, ебаный капитал. Им не нужно профессию получать. Тёлке в 18 лет нахуй не нужна профессия. Нахуя? Её, блядь, любой будет, нахуй, содержать. Любой, блядь, мужик, у которого есть лишние бабки, в 18-летнюю тёлку, блядь, за счастье просто их снимать хату и ебать её ходить. Блядь, нет такого мужика, который бы не согласился. Ну, я за мусульман не скажу, конечно, мы их в сторону отставим, хотя... Блядь! Здесь у меня огромные сомнения, блядь. Я не знаю, что сильнее религии или, блядь, 18-летняя тёлка, нахуй, которая тебе на хате всегда сидит, раздлинув ноги, нахуй, хуй его знает, что, блядь, сильнее. Ну, вот. То есть бабы прекрасно знают, в чём состоит их социальный капитал, блядь. Как бы в молодости, и в фертильности, и в физической форме. То есть у тебя есть этот капитал, но ты его просто не ценишь, потому что он нихуя как бы не стоит, на самом деле. Потому что, ну, как бы мужики не так востребованы, потому что гей-лобби у нас не такое сильное. И, блядь, парады запрещены, где бы ты мог выйти и продемонстрировать свои качества, так сказать, на всю катушку, чтобы тебя заметили состоятельные люди и сняли тебе хату там и так далее, и так далее. Вот. Но, тем не менее, то есть мы отставляем в сторону все эти, блядь, гендерные нахуй игрища. У тебя есть социальный капитал, который нужно, блядь, с умом вложить сейчас и потратить. И не проебать на каких-нибудь, блядь, дур, который, блядь, попытается тебя захомутать. Вот и всё. Удачи. Да, давай, удачи. Давай, счастливо.